Клуб инвесторов РБК ПРО Венчуры и стартапы Инвестидеи Прогнозы Приватный разговор с ведущими экспертами и аналитиками Потратьте время на свои деньги Календарь событий и регистрация на сайте Что будет с экономикой России в перспективе двух лет? Я немножечко скорректирую, потому что это явно такой жирный мазок И вообще общая картина В первую очередь, наверное, вопрос о таких жестких условиях, турбулентных Которые меняются ежедневно, если не ежечасно, если не ежеминутно Вообще делают макроэкономический анализ? Если делают, то какой сейчас горизонт планирования? И есть ли вообще какие-то способы формализовать вот эти факторы геополитические Для того, чтобы спрогнозировать макроэкономическую обстановку? Мне кажется, что вопрос горизонтов, он, конечно, сейчас ключевой Потому что, на самом деле, долгосрочные прогнозы всегда очень трудно делать И их легче делать в условиях, когда ситуация предсказуемая Когда можно, так сказать, траекторию построить И, конечно, мы сейчас находимся совсем не в такой ситуации Поэтому, ну, я бы сказала, что если... И, на самом деле, вот ситуация не только 22-го года, а с ковидом она уже началась Потому что, когда был ковид, в 2020 году тоже было крайне тяжело И, наверное, до 2020 года я бы сказала, что прогнозы на 3-5 лет Ну, это вот такие были траекторные прогнозы В общем, стандартно все экономисты делали Хотя я хочу сказать, вот как человек, работающий в банке Всегда там аналитики, которые считают модели по компаниям Но, в частности, мы потом про рынок будем говорить Там же аналитики делают прогнозы, закладывают модели Там обычно 10-летние модели И эти модели, они, конечно, опираются на макроэкономические прогнозы И, конечно, к экономистам приходят сюда с вопросами Так сказать, а сделайте модель на 10 лет Поэтому долгосрочные модели тоже приходится делать Но сейчас, мне кажется, что сейчас даже 3-5 лет Это стал уже очень длинный горизонт И сейчас, ну, в реальности хорошо там есть на год Можно, так сказать, какую-то историю простроить Да, вот такую как-то траекторию, так сказать Но это даже уже не траектория, а именно как-то определиться с такими, знаете, реперными точками На которые вот можно смотреть и как-то из этого исходить Ну, то есть горизонты существенно, так сказать, сократились, отвечая коротким ответом То есть, грубо говоря, ответить на вопрос, что будет в течение двух лет, мы не можем Но можем поговорить с вами про реперные точки на один год, на ближайший Мне кажется, нужно понимать, что, значит, как я сказала Все равно приходится делать прогнозы там и на 2 года, и на 5 лет, и на 10 Их приходится делать, нужно понимать, что их точность, она существенно снизилась Не потому что экономисты стали плохими, или модели испортились Ну, потому что, так сказать, очень сильно меняются факторы И эти факторы меняют траекторию Они, так сказать, не временные факторы, а такие долгосрочные Мне кажется, очень важно для того, чтобы понимали наши зрители Что мы просто не можем физически ответить на вопрос про 2-3 года Потому что сейчас шоки такие случаются, когда мы можем сейчас с вами поговорить Продолжаем ответ на вопрос, что будет в течение этого года Вот, например, начиная отчет от сегодня, то есть до сентября следующего года Вы говорили, что можно говорить про реперные точки, про какие-то Ну, мне кажется, на ближайшее время у нас, так сказать, совершенно очевидно Такая, так сказать, важная реперная точка, условно, это вот там приближающаяся зима Почему зима? Потому что, ну, во-первых, мы, так сказать, ждем, как будет там европейская экономика реагировать на текущую ситуацию От этого сильно будет зависеть санкционный контекст От этого, наверное, будет зависеть сильно геополитический контекст Очень важно, если мы смотрим на горизонт, ну, вот ближайших месяцев У нас, так сказать, есть точка, это ноябрь, когда будут промежуточные выборы в США Это, как бы, такой некоторый политический фактор, но на самом деле, как экономист, ну, вот тоже все равно приходится это учитывать Потому что этот фактор сильно... Юбилейный съезд Компартии? Китай в меньшей степени, честно говоря, потому что китайская экономика все-таки, так сказать, такая, как плановая в некотором смысле экономика Она менее подвижная, а вот, допустим, американский финансовый сектор, который очень подвижный Там, так сказать, что называется, любой исход выборов, он может сильно повлиять на настроение рынка Если говорить про Россию на горизонте год Есть точный календарь заседания Центрального банка Есть проспекты и проектировки как Центрального банка, так и Минфин А также Минэкономразвитие выпускает некоторые проектировки Но про Минэкономразвитие и их проектировки я считал, что это более такой оптимистичный, скорее, как целевые значения Оптимистичный KPI Если говорить про в разрезе докладов и прогнозов Центрального банка Что мы можем увидеть в экономике России? Мы можем увидеть этой осенью снижение ставки? Или мы можем увидеть повышение ставки в следующем году? Есть ли какое-то понимание по поводу инфляции? Что будет с инфляцией в России? Можно как раз говорить про горизонт год? Смотрите, да, мы, безусловно, можем говорить про горизонт год Потому что это горизонт, что называется, не слишком длинный, не слишком короткий Но даже нужно понимать, что в течение этого горизонта Все равно может очень сильно меняться и концепция действий Центрального банка И концепция действий правительства И вот там, например, возвращаясь к теме бюджета Напомню, что ведь изначально был план внести бюджет 28 сентября Потом начали немножко сдвигать 1 октября Видно, что сейчас будут очень сильно корректироваться параметры То есть ситуация внешняя требует корректировки и бюджетного процесса И, конечно, монетарной политики Я хочу сказать, что вообще традиционно Три основных индикатора, на которые смотрят всегда финансисты Это действительно курс, это ключевая ставка Ну и вообще говоря, это динамика экономики Это прогноз ВВП в частности Конечно, главная переменная – это расходная часть То есть доходы нас беспокоят Но доходы – это будет функция от экономического роста, от инфляции И вообще говоря, мне кажется, инфляционное давление сохраняется достаточно значимым И повышенная инфляция будет обеспечивать то, что называется инфляционным налогом То есть когда правительство за счет инфляции получает больше номинальных доходов бюджета Что касается расходной части, это огромная неопределенность И сейчас, мне кажется, очень трудно говорить, как будет происходить мобилизационная компания Что будет происходить после референдума То есть это просто такая вот неопределенность, это зона неопределенности Ну, с одной стороны, неопределенность Я соглашусь с вами, а с другой стороны, вполне определенные обязательства Правительство уже на себя взяло И больше того гарантирует А. повышение бюджетных расходов То есть индексация пенсии, которую уже не просто пообещали, а даже внедрили Б. это мобилизация и обещанные выплаты, собственно, тем, кто пойдет служить по контракту То есть это вполне себе определенные траты И можно, да, оценить, то есть там примерно есть объем 300 тысяч, которых заявлено, которых призывают И, пожалуйста, перемножать на зарплату дальше по месяцам в соответствии с прогнозом И, да, здесь, наверное, есть большая неопределенность с ВПК и объемами, которые мы собираемся туда влить Но вот, как вы считаете, оценка, перейдем, наверное, к цифрам Оценка Центрального банка, что мы увидим инфляцию на конец года 12% в годовом выражении Это действительно так? Я думаю, что мы можем даже 11% увидеть Потому что, например, возвращаясь к истории Северного потока, которую вы помянули Эта же история, она, в принципе, дефляционна для России Потому что, если мы сейчас не можем поставлять газ вовне Очевидно, что внутри будет переизбыток газа И, как бы, это будет дефляционный фактор Кроме того, в принципе, вот по динамике инфляции видно, что, ну, на самом деле, траектория, она сейчас идет на замедление И, ну, как бы, в этом смысле есть фактор инфляционных ожиданий Очень важно будет следить, как настроение инвесторов и, ну, как бы, население будет меняться Как население будет считывать динамику инфляции Бюджетный фактор, он как раз тянет инфляционные ожидания вверх Но, с другой стороны, если фактически цены, например, на газ будут идти вниз Это может, так сказать, поддержать и стабилизацию, или снижение инфляционных ожиданий Поэтому, в принципе, мне ситуация... То есть, мне кажется, сейчас очень много разнонаправленных факторов Одни из них инфляционные, бюджет в основном Другие дефляционные, это вот, в частности, история там с северным потоком Или ограничения на поставки нефти, да, то же самое То есть, у нас явно, так сказать, будет там достаточно большое предложение в этом сегменте Или мы не знаем, как будет экспорт зерна происходить Но, возможно, так сказать, наш урожай в большей степени останется на российском рынке Что с ВВП, с оценками ВВП? Мы действительно увидим не такое существенное падение, как все нам прочили в начале года? Или это все просто переносится на год вперед? Вот это, как бы, хороший тезис Потому что, значит, я хочу сказать, что этот год мы, конечно, проходим очень неплохо Я напомню, что вот в марте... За счет запасов старых, за счет этого жирка? Не совсем, вот в марте мы все говорили, там, ну, наверное, будет минус 7, минус 10 процентов Потом, потому что было ожидание, что будет большая безработица Люди будут, так сказать, затягивать пояса Потом оказалось, что, на самом деле, ну, логистически какие-то новые рынки открылись Например, вот импорт из Китая, российский импорт из Китая Он сейчас фактически восстановился до значения декабря прошлого года То есть, на самом деле, из Китая товары мы завозим активно Да, так сказать, по европейскому направлению, там, спад порядка 50-60 процентов Но, в целом, так сказать, нельзя сказать, что российская экономика, она, так сказать, полностью Активность торговая, она, ну, как бы, там, умерла Поэтому, значит, в этом смысле, вот, ну, и кроме того, бюджетное стимулирование Вот, собственно, когда мы говорим дефицит бюджета, это означает, что правительство тратит деньги Правительство тратит деньги, значит, есть сектора, которые на этих деньгах, они растут Поэтому, значит, в этом смысле, вот это, мне кажется, все такие факторы Которые, конечно, сыграли в пользу улучшения ожиданий Да, еще очень важный момент Вначале же казалось, что эмбарго на нефть – это прям вопрос нескольких месяцев По факту мы увидели, что спрос на российскую нефть остается очень высоким Поэтому это тоже, так сказать, фактор, который вот в копилку того, почему мы не увидели там ни 7, ни 10 процентов спада Я напомню, у нас на пике, мне кажется, в июне спад там где-то минус 5 процентов год к году, да, по ВВП Поэтому, ну, вот, похоже, что даже если четвертый квартал будет сложным, а он, наверное, будет сложным Но по году мы можем все равно увидеть где-то минус 3 процента спада Это сопоставимо с тем, что мы видели в 2020 году И я напомню, что вот в исторической перспективе, например, в 2008 году спад был почти 8 процентов Ну, существенно лучше Ну, чтобы, да, это можно сравнить просто по личным ощущениям, то есть, насколько больно будет Но в следующем году мы увидим спад еще сильнее? Значит, сейчас эксперты сильно расходятся Вообще, консенсус говорит о том, что, ну, это и прогнозы правительства, что в этом году спад более сильный То есть, первый удар на этот год, на следующий год, если я не ошибаюсь, как раз у Минэкономразвития прогноз где-то, по-моему, минус 0,8, что только минус 1 процента Экспертные прогнозы, мне кажется, минус 1,5, но недалеко от этого Значит, честно говоря, я думаю, что следующий год будет достаточно непростым Я пока, вот совсем я вне консенсуса, то, что называется, минус 5 процентов я пока жду Ну, может быть, будет минус 4, но я, честно говоря, боюсь, что следующий год может быть действительно сложнее, чем этот И меня беспокоит в основном инвестиционная компонента Потому что, мне кажется, что именно на следующий год компании, они, ну, столкнувшись с изменением технологических поставок Они начнут пересматривать свои бюджеты инвестиционные То есть не то, что они вообще инвестиции, так сказать, вообще закрывают навсегда Но следующий год, он такой-то, в смысле, перестроечный Последнее заседание, да, вот у нас, так сказать, мы смотрим, как коммуницирует Центральный банк Последнее заседание удивило своей жесткой риторикой Потому что, ну, глава Центрального банка напрямую сказала, что вообще нельзя исключать и повышение процентной ставки в ближайшее время И что пространство для снижения ставки, оно уже, так сказать, сужается И что цикл снижения ставки почти, может быть, завершен или близится к завершению Поэтому я думаю, что на октябрьском заседании серьезно будет стоять вопрос о возможном повышении ключевой ставки И это, я извиняюсь, это функция как раз бюджетного процесса Потому что видно, что сейчас бюджетные параметры могут меняться И даже если параметры, вот сам проект бюджета, он не будет пересчитан Но восприятие бюджетных рисков, оно вот в расходной части существенно, конечно, выросло Поэтому Центральный банк, он, так сказать, не может на это не реагировать И я думаю, что возможно, что будет повышение Является ли это повышение траекторным? То есть, грубо говоря, означает это, что Центральный банк теперь ставку будет выводить там на 10%? Я не думаю Я как раз вот в свете моего прогноза более глубокого спада на следующий год Наверное, говорила бы о том, что скорее Центральный банк сейчас может поднять ставку Посмотреть, как среагирует экономика, инфляция Особенно инфляционные ожидания населения И потом может опять вернуться в цикл снижения процентной ставки Поэтому я бы, так сказать, не исключала, что вот ставка может до 6% уйти Но есть один большой, очень важный фактор риска, который вообще, так сказать, не связан с российской повесткой Это динамика глобальных ставок И, как мы знаем, мировые Центральные банки очень-очень агрессивно двигают ставки наверх Это и ФРС, и ЕЦБ, и азиатские страны сейчас, так сказать, подключаются Вот там недалее, как на прошлой неделе, все обсуждали, ну в Японии там есть ограничения В Японии сохранили Да, там есть ограничения по повышению ставки, но они решили предпринять интервенции на валютном рынке Потому что это, так сказать, некоторый как раз момент, некоторый, ну как инструмент Который компенсирует невозможность поднять процентную ставку Вот, поэтому, значит, я боюсь, что, конечно, вот еще эта траектория на повышение процентной ставки российская Она может быть поддержана общим движением процентных ставок Еще один такой интересный факт После снижения ставки на последнем заседании никак не отреагировали ставки по ипотеке Они остались выше 10% Это то, что рынок, как говорится, закладывает возможность повышения ставки на следующем заседании Это реакция на риторику Потому что, ну, конечно, если, так сказать, Центральный банк снижает ставку, но говорит, там дальше особенно не рассчитывайте Конечно, банки, они стараются, так сказать, упреждающе выставлять ставки Ну, и кроме того, еще нужно понимать, что все-таки в ставках банковского рынка включена некоторая премия за риск И восприятие этого риска, вот сейчас мы говорили про эти шоки, да Шоки как раз влияют на то, как экономика, экономические агенты воспринимают риск Потому что Центральный банк может быть уверен, что он вернет инфляцию к цели И, собственно, глава Центрального банка постоянно это транслирует Но экономические агенты, они могут в этом быть неуверены И чем больше шоков, тем, так сказать, меньше их уверенность Поэтому, значит, в этом смысле, мне кажется, конечно, банки, они сейчас, ну, вообще, так сказать, финансовые рынки Они сейчас смотрят на масштабы рисков, с которыми, так сказать, мы сталкиваемся И именно поэтому дальнейшее движение ставок вниз, оно, как бы, сейчас кажется, ну, не очень реалистичным Как вы считаете, каким, исходя из того, что мы с вами перечислили, какой будет курс рубля на конец 2022 года? Вы знаете, я тут вне консенсуса тоже Я, значит, честно говоря, считаю, что укрепление, которое происходит, оно отражает такую очень большую сжатость рынка Просто тот факт, что многие инвесторы у них, ну, заморожены активы Ликвидность рынка стала меньше валютного, потому что санкционные банки не работают на валютном рынке Фактически у них есть свои такие стаканы валютные, свои такие мини-рынки внутри этих банков А я напомню, что санкционные банки – это большая доля банковского сектора Поэтому у нас валютный рынок, он стал в некотором смысле таким сегментированным И я скорее, так сказать, ну, и кроме того, есть, конечно, вообще вот это санкционное, так сказать, опасение Которое, когда мокла в меч, оно, в общем, продолжает висеть над экономикой Поэтому в некотором смысле эти факторы, они приводили к тому, что был такой выход из валюты многих игроков, корпоративных И это давало укрепление валютного курса рубля Но сейчас, мне кажется, мы вот летом уже развернулись, то есть траекторно уже, так сказать Я не ждала бы дальнейшего укрепления, хотя я знаю, что есть ряд экспертов, они считают, ну, а почему, так сказать, курс не может вернуться и на 50, там, и на 40 Вот, значит, мне кажется, что та масса игроков, которая, ну, считала рискованным оставаться в валюте, там, в долларах, в евро Она в некотором смысле сократила, снизила свои позиции Мне кажется, что доллар и евро, вот эти недружественные валюты, потому что у нас теперь валюты тоже разделились на два класса, да, есть дружественные и недружественные Они просто стали финансовыми инструментами, они потеряли свою функцию именно как валюты, потому что они гораздо хуже двигаются Но как финансовый инструмент, то есть, ну, считайте, как акция, да, вот есть такая акция, называется доллар И вы можете ее купить и держать в каком-то банке Ну и спекулировать, например Да, абсолютно, то есть, ну, эта акция не очень ликвидна, потому что там большие спреды, да, то есть, вот, расхождение между курсом покупки и продажи теперь стало очень большим Раньше это был очень ликвидный рынок Ну, это если мы говорим про банковский рынок, если вы идете в обменник, если на бирже, то все-таки спред там не такой большой Да, абсолютно верно, но, как бы, все равно, то есть, как бы, теперь это как средство транзакции гораздо менее интересно, но как средство, так сказать, для спекуляции, для финансовой игры На этом мы завершаем Клуб инвесторов Я хочу поблагодарить за участие в Клубе инвесторов главного экономиста и руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталью Орлову Наталья, спасибо большое, а вам хочу пожелать, во-первых, сократить время горизонта планирования, как мы обсудили, следить внимательно за шоками Стратегия «купи внизу и держи» сейчас не очень работает, ну и в целом будьте осторожны, берегите себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!